В России все ружится, люди будут убивать друг друга на улицах. В интернете появилась запись телефонного разговора предположительно бизнесмена Романа Троценко, бывшего советника Игоря Сечина. На записи он, как ранее продюсер Ройсев Пригожин, критикует российских властей. Тем временем издание «Верстка» пишет, что Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину в начале марта 2021 года, а в декабре за три месяца до войны в Кремле уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. Источники «Верстки» рассказали в том, что Украина слаба и лояльна Путина убедил Виктор Медведчук, а в то, что слаб Запад, Путин поверил после разговоров с ближайшим другом Юрием Ковальчуком. Кремлевские инсайды. Обсудим с автором этого расследования, журналистом Ильей Жигулевым, в середине нашей программы. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня среда, 26 апреля, и с главными новостями к этому утру вас познакомлю я, меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящее время», обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. «В России все ружится, а власть в лапах каких-то мудил». Это цитата. Цитата из телефонного разговора, предположительно, двух российских бизнесменов. 38-й строчке в рейтинге российского «Форбс», Романа Троценко и московского девелопера Николая Матушевского. 40-минутный телефонный разговор двух мужчин появился на ютубе 17 апреля. И ссылку на эту запись прислали на почту расследовательского проекта «Система» «Настоящее время» и «Радио Свобода». На этой записи, предположительно, Троценко и Матушевский обсуждают развитие бизнеса в Индонезии. «В России все за 10 лет он палит в два раза. Я рад, что ты осваиваешь новое место, потому что, к сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то мудил». «Да, да, да». «Которые испоют какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончить, но закончится адом». Роман Троценко – это бывший президент Объединенной судостроительной корпорации, бывший советник президента российской государственной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Один из относительно близких к Владимиру Путину бизнесменов. Николай Матушевский – давний приятель Троценко и создатель московского дизайн-завода «Флакон». Он публично сочувствует оппозиции. Например, в своем инстаграме он публиковал видео протестов в Москве в 2021 году, а «Флакон» много лет предоставлял в аренду офис для российского оппозиционного телеканала «Дождь». Журналисты системы связались с Троценко и Матушевским. Троценко подтвердил, что знает Матушевского, но сказал, что не общался с ним года полтора. А Матушевский назвал запись фейком или дурацкой шуткой с применением искусственного интеллекта. Система обращает внимание, что официально подлинность аудиозаписи никем не подтверждена, и говорить о том, что голоса мужчин принадлежат именно Троценко и Матушевскому, с относительной уверенностью, можно было бы только в результате профессиональной аудиоэкспертизы. Но давайте послушаем еще один фрагмент из этого разговора. — Слушай, я знаешь, что хотел сказать? Мне тут прислали ссылку. Это нарезка новогодних поздравлений. Начинается с Ельцина, когда он сказал, что я устал, я ухожу в 99-й год. Вот по последней, когда этот придурок на фоне не елки, как всегда, а военных. И вот, Ром, просто вот. И там, знаешь, там нарезали минут 10, это все идет. Это вот, блядь, просто, это, ну, реально, ну, слова, это плохой год, но мы всех победим. Вот это все 20 лет, все это там, вот, в уши сшится. То есть, понимаешь, вот, рассмотрев вот это, вот, хочется спросить, слушайте, ну, вы правда считаете, что вот этот человек может страной управлять, если он одно и то же каждый год говорит, как это был тяжелый год, и как мы вытерпели, а последнее время уже после 14 лет, он просто, знаешь, вот, прям, мы победим, все враги, прям, вот, вот, никакой концепции дальше нет, понимаешь? Но они помрут, блядь, в какой-то момент времени, и они не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там, и так далее. На улицах Москвы нет, где-то улицах на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет, но это точно будет. Это такая дорожка в один конец. Ну, если вы помните, это, в общем, уже не первый такой разговор представителей российской элиты, который попадает в интернет. Несколько недель назад также все обсуждали разговор музыкального продюсера Иосифа Пригожина, телефонный, где он назывался о российской власти примерно в тех же интонациях, и тогда Пригожин тоже говорил, что этот разговор, постановка с использованием искусственного интеллекта, но никаких доказательств того, что такого разговора не было, Пригожин не приводил, в общем, как нет этих опровержений и сейчас. Ну, вот предполагаемый Роман Троценко говорит о том, что россияне будут резать друг друга, говорит об этом в будущем времени, в этом разговоре, но в некотором смысле преступность из-за войны Россию уже захлестывает. Вернувшиеся с фронта российские военные все чаще фигурируют в сводках криминальных хроник. В городе Заволжье Нижегородской области вернувшийся с войны мужчина убил жену на глазах у детей, а в Кировской области бывший заключенный из ЧВК Вагнера убил односельчанку, потому что та отказалась дать ему денег. Эту тему продолжит наш корреспондент Тимофей Рожанский. Пьяный наемник из ЧВК Вагнера дерется с росгвардейцами в одном из отелей Воронежа. После задержания в его вещах найдут почти пять сотен боевых патронов. Ему предъявят обвинение и за удар полицейского, и за брань, и за хранение боеприпасов. И это одно из самых легких преступлений, которые совершали военные, вернувшись на гражданку. Пережив ужасы войны и получив психологическую травму, военные нередко продолжают воевать на гражданке с мирными жителями. Особенно те военные, которые имели опыт убийств в мирном городе и до войны. В Кировской области бывший заключенный убил пенсионерку 85-ти лет Юлию Буйских. Она родилась в 1938 году, она очень хорошо помнила все тяготы Великой Отечественной войны, которые выпали вообще. Она рассказывала, как они делали лепешки из травы, как они собирали какую-то кашицу на деревьях. Она очень хорошо помнила вот эти времена голода 40-х годов. Четыре года назад Иван Росомахин убил односельчанку и отправился в тюрьму. Оттуда отправился на фронт служить в ЧВК Вагнер. С фронта Росомахин вернулся в марте и, по мнению следствия, почти сразу убил Юлию Буйских. Женщина, которая представилась близкой родственницей обвиняемого, говорить о Росомахине не захотела. Я с вами не беседую. А почему? До того, как убить пенсионерку, Росомахин успел разбить топором стекла в двух автомобилях. По словам местных жителей, он пьяный ходил по поселку с оружием и угрожал соседям. Вилы, топор, нож. И идет, орет. Убью всех, перережу всю семью. Орет. Ну и повернул в гараж, а там уж я не видела чего. Полиция задержала его на сутки, а потом обещала отправить из поселка подальше. В принципе, ожидаемо было, что будет чудить, потому что этот человек крайне неспокойный, проблемный. Что во вторник мы его садим со всеми манатками в пояс и чтоб он отсюда свалил, чтоб я его здесь больше не видел. Но Росомахин не уехал. Внучка Юлии Буських, которая живет в Петербурге, говорит, что ее жизнь разделилась на до и после. И для нее очевидно, кто ответственен за смерть ее бабушки. Я еще восемью говорила, нам же страшно будет ходить по улицам. Но при этом мне в голову не приходило, что нам страшно будет оставаться дома. Поэтому у меня однозначные выводы, что вообще виноваты те, кто придумал, кто сделал это возможным. Кто подписывал документы о том, что человек может выйти из заключения с условием того, что он дальше пойдет убивать людей. Даже если человек никого не убивал до войны, то после возвращения с фронта его психика уже не будет прежней. С травмой столкнется психика абсолютно каждого солдата. В отдельных случаях травма может перерасти в посттравматическое расстройство. Они сталкиваются с огромным количеством, с очень большой концентрацией жестокости. И вот это пресловутое посттравматическое стрессовое расстройство, такое очень красивое наукообразное определение, на самом деле за ним стоит очень простая вещь. Это страх, острый, сильный страх, который был настолько сильен, что остался у человека, даже когда человек уже вышел из этой ситуации, не только военный. И страх бывает причиной любой на свете агрессии, хоть бытовой, хоть какой угодно. Как только видишь, что человек агрессивен, значит он боится. Одна из последних историй – это убийство женщины в Нижегородской области. Ее зарезал муж, вернувшийся с войны, на глазах у их малолетних детей. Их сосед по лестничной клетке говорил, что Александр Мамаев после участия в так называемой спецоперации стал сильно пить и бить жену. Последний раз Александр ударил жену ножом. Рана оказалась смертельной. По словам соседа, полиция увидела на столе четыре пустых бутылки из-под коньяка. Мамаева арестовали. Сосед говорит, что большой страсти к алкоголю у Александра раньше не было. Он много играл в онлайн-казино, брал кредиты, не имея работы, но пил нечасто. О войне он тоже говорил как о лотерее, но с большими последствиями для психики. Он сказал, что очень многие там, ну, так скажем, у них психика на руку, ну, то есть с ума сходят, так скажем. Как он сказал, съезжает крыша, потому что вот как он, в моих глазах тоже командир роты у них на мине, он подорвался, его разорвало клочья, и тоже, как, я, как, я три, не ел ничего просто. В Цхинвале, в самопровозглашенной республике Южной Осетии, 34-летний Георгий Сиукаев на улице зарезал человека. Ранее Сиукаев уже сидел за убийство. Он был участником войны на Донбассе в 2014-м, когда убил своего командира и оказался в тюрьме. Евгений Пригожин сделал Сиукаеву предложение, и тот из колонии вернулся на войну. Вот он говорит в интервью о том, как вагнеровцы дорожат жизнью мирных жителей Украины. Война уже закончилась, и мы пытаемся подойти к этому, так, чтобы мирных людей не затронули. И они прикрываются мирными жителями. А это Саслан Валиев, которого убил Сиукаев, вернувшись с войны в Цхинвале. 38-летний мужчина с особенностями развития, в чем причина убийства до конца непонятна. Родные и знакомые Сиукаева говорить не спешат. Сколько всего россиян прошло через войну в Украине, и сколько из них вернулись домой, неизвестно. Сколько из них представляют опасность для общества, неизвестно тем более. Как и о программах для адаптации и реабилитации бывших военных. Если этот человек еще не так погранично опасен, если он просто раздражен, хлопает дверь, ушвыряет там на пол предметы, тут еще надо стараться действительно как-то терапевтично по отношению к нему проявляться, стараться смягчать этот страх, стараться пристраивать его к какому-то содержательному занятию, чтобы он чувствовал, чтобы к нему возвращалась какая-то его социальная позитивность. Если же он физически агрессивен, угрожает и замахивается кулаком или грозит ножом, даже пока к нему не прибегая. Вот тут точно надо бежать без оглядки. Тимофей Рожанский. Настоящее время. И преступность в России из-за войны мы сейчас обсудим. К нашему эфиру присоединяется социолог Искандер Ясавеев. Искандер, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы исследовали послевоенное насилие в России. Послевоенное не в смысле, что война закончилась, а послевоенное в том смысле, что люди возвращаются после войны. Правильно ли я понимаю, что в 2022 году в России сменился многолетний тренд, и даже по официальным данным Росстата количество убийств в стране перестало снижаться? Лично я не исследовал послевоенное насилие. Я готовил аналитический обзор результатов криминологических и социологических исследований по просьбе моих коллег-правозащитников. И действительно, сопоставляя этот обзор, сопоставляя эти результаты с данными официальной статистики преступности, это информация к размышлению. Действительно, в прошлом году, в 2022 году, впервые за 20 лет число зарегистрированных убийств стало большим по сравнению с предыдущим годом. То есть вот эта 20-летняя тенденция сменилась. И нужно сразу добавить, что и в первые два месяца 2023 года эта тенденция продолжается и в больших размерах. Если в 2022 году рост преступности составил 4%, по сравнению с 2021, то в первые два месяца 2023 года этот рост был 14% по сравнению с двумя первыми месяцами 2022 года. А это касается только убийств или это в принципе еще касается других преступлений? Рост был зафиксирован также, зарегистрирован в МВД и в отношении случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Тут надо оговориться, что социологи, изучающие преступности, криминологи с большой осторожностью относятся в данном официальной статистике. Далеко не все действия, соответствующие уголовно-правовому определению преступления, регистрируются. А части действий просто не сообщается в полицию, в частности. Часть действий не регистрируется самой полицией. То есть существует такой феномен, который криминологи называют латентной преступностью. Так вот, в случае с убийствами эта латентность является наименьшей. То есть убийства регистрируются в гораздо большей степени, чем многие другие виды преступлений. Поэтому криминологи и социологи больше доверяют именно данным об убийствах. Искандер, я вот читал ваш текст, и вы там обратили внимание, что вообще по общим наблюдениям людей, которые анализируют влияние войны на преступность в любой стране, обычно, собственно, волна убийств наступает уже после того, как военный конфликт закончился. А в России эта история другая. То есть сейчас уже вернувшиеся с войны люди стали убивать уже прямо сейчас людей. Да, те исследования, которые я изучал, это исследования, сосредоточенные на послевоенном насилии. Ну, самыми известными именами здесь являются имена Дэна Арчера и Розмари Гартнера. Вот они как раз провели масштабное исследование международное. Там 110 стран исследовались, изучались как раз периоды до и после войны, пятилетние. И две мировые войны и 12 других войн в течение XX века изучалось их воздействие. И да, эти исследования выявили совершенно отчетливый, существенный рост уровня убийств в послевоенный период по сравнению с Дэ Ваеном. А контрольные группы были страны соседние с этими, с воевавшими странами, но не воевавшими. Но и эти же исследователи оговаривают, что в ряде случаев уровень убийств начинал расти уже в период войны. В частности, во время войны во Вьетнаме рост начался как раз уже в первой половине 60-х. То есть, если в 1963 году в США уровень убийств составлял 4,5 на 100 тысяч, то к 1973 году он увеличился до 9,3 на 100 тысяч. То есть, уровень убийств может возрастать и уже непосредственно в период войны. Тут нужно оговориться, что этот рост зафиксированный социологами и тот, который мы наблюдаем в настоящее время в России, происходит на фоне того, что сокращается численность той социально-демографической группы мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, которые чаще всего совершают убийство. То есть, противоход такой получается. Исходя из этих прогнозов, этих оценок, мы можем предполагать, что условно дальше, чем дольше продолжается война, тем больше будет масштаб убийств в России после ее окончания. Я бы тут с осторожностью делал прогнозы. Да, большая часть исследований указывает на то, что этот рост насилия не только преступлений, не только убийств, но и домашнего насилия, и полицейского насилия, этот рост очень вероятен. В то же время, есть исследования, которые показывают, что это неизбежно. Сильная социальная политика, уменьшение экономического неравенства, вот то, что можно назвать делегитимацией насилия, проблематизация насилия, феминизации политики, все это может либо уменьшить масштабы роста насилия, либо даже его предотвратить. Но здесь, прежде всего, конечно, необходимо прекращение войны. Скандерт, если говорить про нынешнюю ситуацию в России, сейчас понятно, в каких ситуациях вернувшиеся с войны убивают? Я хотел спросить про домашнее насилие. Правильно я понимаю, что семья в этом смысле в наибольшей опасности находится? Да, на мой взгляд, очевидно, что близкие члены семей, участники в их действии, они относятся к одной из наиболее уязвимых групп. Так же, как, например, граждане, которые употребляются ними спиртное в тех или иных ситуациях. Надо сказать, что есть ряд исследований, ряд исследований именно домашнего насилия. Это исследования среди американских военнослужащих, которые воевали в различных зонах, в различных странах после теракта 11 сентября 2001 года. И эти исследования показывают, что рост показывает большую склонность к домашнему насилию участников боевых действий, независимо от того, принимали они непосредственно участие в этих действиях или нет. То есть само нахождение в зоне конфликта вооруженного конфликта увеличивает вероятность домашнего насилия. И в составе Министерства обороны США действует очень серьезная программа защиты членов семей ветеранов от насилия. И там, кстати, и жестокое обращение с детьми. Вероятно, жестокое обращение с детьми возрастает. Поэтому, да, можно предполагать, что как раз вот эта зона риска и наиболее уязвимая группа. Но надо также добавить, что война действует не только прямо. В целом, вот как раз исследователи, криминологи Арчери Гартнер сделали вывод, что война легитимирует насилие. И это эффект отношения всего общества. Не только в отношении определенных групп, скажем, участников боевых действий. В целом, это сигнал на всему обществу, что насилие как способ разрешения повседневных конфликтов приемлемо. И, повторяю, этот эффект гораздо шире, чем эффект в отношении участников боевых действий. Искандер, спасибо. Ну, вот так вот эта легитимация насилия сейчас происходит в России, которая напала на Украину. В общем, те люди, которые идут убивать Украину, потом возвращаются и убивают своих же соотечественников и своих родственников. Искандер, спасибо вам огромное. Ассоциолог Искандер Ясавеев был гостем утреннего эфира Настоящего Времени. Спасибо вам. Минувшую ночь у российские военные вновь атаковали украинские города беспилотниками. В Запорожье были слышны сильные взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали, что видели иранские шахеды, которые двигались на очень низкой высоте, чтобы быть незаметными для ПВО. Подробностей ночных атак пока нет. Но, по данным украинского генштаба, за минувшие сутки российская армия также нанесла 3 ракетных удара, 13 авиаударов, а также из артиллерии обстреляла более 40 населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях. Накануне вечером в Купинске, в Харьковской области, завершили разбор завалов после ракетного удара по Краеведческому музею. В результате попадания туда российской ракеты 2 человека погибли, еще 10 получили ранения, и 5 человек с травмами находятся в больницах. Все пострадавшие и погибшие – это гражданские, которые во время удара находились в Купинском музее и рядом с ним. И вот кадры разбора завалов и момент, когда спасатели нашли одну из погибших в результате российской атаки. «Давайте, давайте, оно откапываем! Ноги, ноги! Отходи!» «Она себе сложена!» «Все, где скорая?» «Давай, давай, давай, на носилке!» «Стой, положи, положи!» «Давай, давай, давай, бойся!» Решение о полномасштабном вторжении в Украину президент России Владимир Путин принял в начале марта 2021 года, за год до вторжения. Об этом накануне написало российское издание «Верстка». Издание опубликовало большой текст журналиста Ильи Жигулева под заголовком «Как Путин возненавидел Украину». Это расследование о том, как российский президент пришел к мысли о войне с Украиной. Мотивами для Путина начать войну с Украиной стали личная обида и желание мести, пишет Верстка. А последней каплей, как пишет издание, оказалось закрытие в Украине телеканалов 112, Ньюзуан и Зиг, принадлежащих куму Путина Виктору Медведчуку. Подготовка ко вторжению шла почти год, но все это время в Кремле исходили из неверных предпосылок и расчетов. Путина убедили в том, что сменить власть в Украине ему удастся благодаря «быстрой операции». И о «быстрой военной операции» говорили близкие к Кремлю политологи. Подготовка ко вторжению проходила в строжайшей секретности, однако уже с лета 2021 года разговоры о возможной войне стали общим местом среди людей, близких к Кремлю. 12 июля сайт Кремля опубликовал статью Путина об историческом единстве русских и украинцев. И по данным верстки, статья менялась много раз, и в одном из вариантов была прямая угроза возможности начать военную операцию. Но в окончательный вариант эта угроза не попала. Другой источник рассказывает, что в декабре за три месяца до войны в Кремле уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. И за развитие каждого региона по замыслу должна была отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных компаний. При этом, по данным Ильи Жигулева, многие силовики в России были против вторжения, потому что понимали, что страну в 44 миллиона человек невозможно захватить армии в 160 тысяч человек. Однако, пишет верстка, Медведчук убедил Путина в том, что Украина слаба и лояльна. И сейчас Илья Жигулев, журналист и автор этого текста на верстке в нашем эфире, и я приветствую. Добрый день. У вас в тексте есть деталь, которая, если честно, сегодня утром удивила украинскую часть редакции нашей программы. Это деталь о том, что Путин принял решение, якобы, уже после закрытия в Украине телеканалов Медведчука. Объясните, как это связано? Тут есть два важных мотива. Первое, что после того, как Путин, после Парижа, после того, как Путин приехал в Париж и понял, что, в принципе, ждать то, что Украина как-то пойдет, и, скажем так, пойдет на условия Москвы и будет соблюдать Минские соглашения именно в том варианте, в котором их подпишал предыдущий президент Петр Порошенко. Путин понял, что Зеленский на это не пойдет, и ставка была сделана на то, чтобы ждать смены президента, и не только ждать, а активно в этом участвовать. И ставка была сделана на soft power, на так называемая мягкая сила, и, собственно говоря, за это должен был отвечать кум Путина, бывший глава администрации еще президента Кучмы, довольно давнишний украинский политик Виктор Медведчук. То есть, за пропаганду он должен был отвечать, по сути. Да, как хотите, говорите, но, тем не менее, он должен был отвечать за политические методы борьбы на стороне Москвы. То есть, он за это отвечал, и, в принципе, достаточно эффективно начал справляться со своими обязанностями. Партия ОПЗЖ стала довольно быстро рейтинги расти вверх, а рейтинги Зеленского, его команды и партии «Слуги народа», они начали сильно падать. И когда Зеленский закрыл телеканалы и начал кошмарить, соответственно, Медведчука, в том числе по бизнесу, в Москве поняли, первое, что мягкой силы больше нет, и возможности сменить Зеленского мирным путем нет, поскольку все возможные выходы были перекрыты. А второе, была, конечно же, личная обида, что публично на глазах у всего мира то, что Медведчук очень близкий к Путину человек и кум Путина, это всем было известно. И публично, скажем так, унизили родственника Путина и показали ему свое место. То есть, два момента. Первый личный, а второй такой политический, что как бы обрезали все возможности для политической победы Москвы методами пропаганды и мягкой силы. Ну вот, если я правильно понял, ваши источники говорят, что действительно, американская розетка не ошибалась, действительно, Путин хотел контролировать всю Украину, но вот не путем военного захвата раньше, а путем Минских соглашений после встречи Зеленского у Путина в Париже. Собственно, он понял, как вы говорите, что это невозможно, но решающую роль при этом во вторжении, в принятии решения о вторжении, сыграл Юрий Ковальчук. А почему он? Потому что больше некому, больше никто с ним не общался, особенно в период пандемии. Ковальчук, он самый близкий человек к Путину на данный момент, и в пандемии они проводили вместе просто дни. И в отличие от всех остальных людей, которые должны были, в принципе, он ни с кем практически не встречался, а если встречался, то человек должен был проходить тяжелейший долгий карантин. И после этого карантина люди уже немножко изменялись в сознании. И вот эта встреча за столом, 10-метровым столом, это, конечно, не встреча, и люди не могли поговорить с ним нормально, с глаз на глаз. У него не было доступа к нормальным людям. Я не то, что говорю, что Ковальчук ненормальный, но у него свои достаточно взгляды, жестко антизападные, плюс он не чурается и конспирологии. И он как раз убедил, что Запад сейчас, Европа, она сейчас раздираема противоречиями, она слаба и точно не впишется в эту кампанию, которая будет происходить, как вы заметили, очень быстро и эффективно. И у него, в том числе, благодаря тому, что ему говорил Медведчук, абсолютно была уверенность, что огромное количество людей в Украине будут коллаборантами и будут поддерживать Россию в момент вторжения. То есть, условно, Путин верил, что после того, как ему Медведчук об этом говорил, Путин верил, что в Украине его поддерживают? Конечно, он очень достаточно убедительно об этом говорил, плюс были действительно рейтинги ОПЗЖ, которые к декабрю 2020 года действительно выросли. Вот еще в самом конце вашего текста есть фрагмент о том, как Кремль борется сейчас даже не с теми, кто высказывается против войны, а вот с теми, кто, условно, просто хочет больше не работать в Кремле. Я правильно понял, что эту борьбу возглавляет, по сути, Кириенко? Я не думаю, что он прям возглавляет. Это просто эпизод, который мне рассказал один из источников. Я думаю, что каждый в своем направлении старается удержать команду. И Кириенко старался удержать, соответственно, свою команду. И когда один из его людей хотел уйти, я так понимаю, что у него начались довольно серьезные проблемы, и он потом передумал. Объясните, если можно. Ну, как мне рассказали, вот я могу процитировать, соответственно, человек пришел, сказал, что больше не может и хочет уйти. На следующий день к жене пришли ФСБшники, силовики пришли и к сыну, у которого бизнес. Через неделю чиновник пришел обратно к Кириенко и сказал, что передумал выходить. Собственно говоря, Кириенко стал с ним спокойно дальше работать. На этом все закончилось. Ну да, вот такие методы борьбы, по большому счету, со своими же выходят. Илья, ну я вас хотел спросить, безумно интересный текст, собственно, вы написали, но там про прошлое. А вот понятно ли о том, что сейчас думают все эти люди на Старой площади? Понятно ли, как Кремль дальше собирается действовать и как выходить из этой войны? Очень понятно. И об этом мне кажется, что то, что говорил Песков недавно на какой-то закрытой встрече, этому можно верить, что в Кремле готовится к очень долгой войне. И это будет долго, и конца этому края не будет. Ну то есть конец может быть, но не со стороны России, наверное, так. И элиты, соответственно, не могут, у них нет опции это не поддерживать? Нет. Сейчас нет. Илья, спасибо вам огромное. Очень с интересом. Я вчера и сегодня читал ваш текст. Илья Жигулев, журналист, я нашим зрителям еще раз расскажу, что на сайте издания «Верстка» вышел большой материал о том, как Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину. Илья, спасибо вам огромное. Спасибо. Привет, Леша. Так, есть много интересных новостей. Сегодня собрала судебные новости, можно сказать, со всех уголков света. Будет и про Россию, и про США. Но начну с суда Гаагского. Южноафриканская республика опровергла планы выйти из международного уголовного суда. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию президента ЮАР. Там заявили, что президент страны Сирил Ромофоса по ошибке подтвердил позицию правящей партии Африканский национальный конгресс о намерении выйти в ЮАР из международного уголовного суда. Давайте послушаем. Да, правящая партия Африканский национальный конгресс приняла решение о целесообразности выхода Южной Африки из МУС. Во многом из-за того, как МУС решает такие проблемы. Еще раз повторю, вот эти слова президента ЮАР потом признали ошибкой. Тем не менее, делая такое заявление, Сирил Ромофоса говорил, что Международный уголовный суд демонстрирует несправедливое отношение к некоторым странам. Видимо, имея в виду ордер на арест Владимира Путина, выданный за обвинение в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий. Самого же Путина летом ждут в притории на саммите БРИКС, блока Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. И там, согласно международным нормам, представители ЮАР могли бы его задержать. Случится ли это, учитывая, что Южная Африканская Республика остается подписантом Римского статута, до сих пор не ясно. Но, как говорят многие политологи, такое развитие событий маловероятно. У Международного уголовного суда нет собственной полиции. Исполнение ордера на арест зависит от внутреннего решения страны. Саммит БРИКС должен пройти в августе. За этим событием я буду внимательно следить. Ну и продолжая тему судов и исполнения наказаний, поговорим о России. Самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок во Владимирской колонии, в своем телеграм-канале написал, что сотрудники исправительного учреждения показывают купленную им еду, но потом ее не отдают, а выбрасывают. Происходит это в дни, когда оппозиционного политика помещают в штрафной изолятор. Навальный отметил, что выдаваемая заключенным еда часто несъедобна, ее очень мало, поэтому практически все докупают еду в столовой или в тюремном ларьке. В ШИЗО при этом дополнительные продукты запрещены. По словам политика, администрация колонии заставляет заказывать еду в столовой на месяц вперед, а по новым правилам, даже если человек сидит в ШИЗО, еду ему все равно готовят, но не выдают, а просто утилизируют. Выглядит это так. Открывается дверь, там мент с пакетом. Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца вареные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем, завтра испортится. О, это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за полученные булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт. Навального в колонии регулярно отправляют в ШИЗО. С августа его отправили туда 13 раз. Среди причин наказания администрация называла отсутствие куртки, несвоевременное умывание, непо уставу застегнутую пуговицу. Добавлю, что сегодня, по данным Фонда борьбы с коррупцией, над Навальным начнется новый судебный процесс. Приблизительно через полчаса в Басманном суде будут рассматривать дело, по которому, как утверждают соратники Алексея, ему может грозить до 35 лет лишения свободы. По информации Леонида Волкова, речь о политической статье, по которой всю работу ФБК объявят экстремизмом. А в Екатеринбурге сегодня начинается первое судебное заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана. Суд ограничил присутствие журналистов, введя специальную аккредитацию. Экс-мэр Ройзман обвиняется в повторной дискредитации армии. Ранее его уже штрафовали за критику российских военных, а теперь суд может отправить его в колонию. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Ну и теперь о суде уже по другую сторону океана. Журналистка и писательница Элизабет Джин Кэррол обвиняют экс-президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Слушание иска будет проходить в Манхэттенском федеральном суде. Как пишет BBC, журналистка обвиняет Трампа в изнасиловании в примерочной универмага. По словам Кэрол, это произошло еще в 90-х, когда она работала журналисткой на телевидении. Трамп узнал ее, обратился к ней и попросил помощи в выборе подарка для женщины. А когда они поднялись на безлюдный этаж, где продавалось женское белье, Трамп якобы затащил Кэрол в примерочную, где все и произошло. Журналистка не требует от Трампа какой-то конкретной суммы. В случае ее победы сумму определят присяжные. 76-летний экс-президент отвергает все обвинения. И поскольку речь идет о гражданской тяжбе, закон не требует его присутствия в суде. А сам процесс, как ожидают адвокаты Трампа, продлится максимум две недели. Новость о Дональде Трампе. Не последняя в нашем выпуске. Но перед тем, как передать Лешу слово, не могу удержаться. Расскажу вам о свадьбе кота Степана. Накануне стало известно, что он женился на кошке Стефании. Надеюсь, Леш, ты знаешь, о ком речь? Вообще не знаю. Я знаю только про пса патрона. А это что за кот? Кот Степан – известный украинский блогер из Харькова. На его страницу в Инстаграм, между прочим, подписаны миллионы 300 тысяч человек. В начале полномасштабного вторжения вместе с хозяевами он вынужден был уехать из родного города. И в дороге во Франции, в Ницце он и нашел новую подругу Стефанию. И в марте этого года вместе с ней он вернулся домой в Харьков. Накануне Степан сделал любимой кошке предложение лапы и сердца. И, видимо, услышал в ответ утвердительное мяу. У пары даже есть свидетельство о браке. Удивительно самостоятельные коты. Ань, спасибо с новостями про котов. В утреннем эфире «Настоящего времени» была Анна Бравко. Сегодня, 26 апреля, 37-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Взрыв на реакторе 4-го энергоблока станции в 1986 году изменил не только подходы к вопросам безопасности, но и в целом отношение к ядерной энергетике в мире. Сегодня, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, безопасность ядерной энергетики снова в центре внимания, так как самая большая в Европе атомная электростанция, это Запорожская АЭС, остается захваченная российскими военными. Год назад пережила российскую оккупацию, собственно, и Чернобыльская АЭС, и люди, отвечающие там за безопасную работу станции вместо 12-часовой, смены провели там 45 суток. Спустя год и почти месяц после деокупации ЧАЭС, двое из них поделились своими воспоминаниями с настоящим временем. Я заступил на зміну о 21-й године 23-го лютого, это была ночная зміна. Ближе до 8-го, уже о 8-й десь годині ранку, мы уже знали, что началась война, мы знали уже, что зміна не прийде на Сорвутича. То есть в первые тижни, а даже в первый месяц, они были очень уверены в том, что тут все нацисти, Бандера, все таки и другие, то с кем там было спілкуваться? Там немало было с кем спілкуваться. Вони, деякі из них, навіть толком не понимали, взагалі, куди вони пришли. То есть что это такое, взагалі? Для них понятие «зона отчужения» или ЧАЭС, которые знает каждый украинский, ну, почти каждый, да, украинский, для них это было такое себе. Ну, что это, как это, а что это, а почему нельзя ходить по траве? На зовнішніх об'єктах, так, справді, вони вбиралися туди. Навіть хлопці мої казали, що бачили розстреляні двері. Ну, тобто, чтобы выбить замки, вони просто стреляли по замках. Подекуди вибивали ногами ці двери, там, чи прикладами, чи чимось ще таким іншим. Брали, ну, по-перше, брали в першу чергу обігрівачі. Всі, які тільки можна. І маленькі, і дрозуйки, і масляні звичайні, і там конвектори у пошки, все, те, що тільки знаходили навкруги, все тягнулося туди. Ну, і потім все це тягнулося, а далі в Білорусь. Коли вони драпали з ЧАЕС, все це вони позабирали. Правильні машинки були, вони, мабуть, просто не здогадувалися, де вони стоять, що вони відключили нам мобільний інтернет, і зв'язок десь після першого тижня перебування. Коли зник інтернет, наші зв'язківці, мій черговий зв'язківець по зміні, він включив в радіоточку, подав сигнал з ефіру цей, як його? Ось туди. Єдиний телемарафон, о. Тому, так, по радіо вплоть до кінця окупації в нас вийшов єдиний телемарафон, у вигляді радіоформату, скажімо так. І навіть хлопці жартували, сміялися, кажуть, що коли розповідали десь там у десятих числах березня про поразку під Києвом, коли там очередну чергову колону розтрашили, да, вщен буквально, то окупати навіть гуртувалися біля цих радіоточок, вони ж нас повсюду по станції розкидані, гуртувалися навіть там по три-чотири людини, і так, кажуть, так, стоять, кажуть, так, тихонечко, і слухають, що вони там розуміли, я не знаю, бо все ж ввелось українською мовою, але, мабуть, чогось розуміли, що їх б'ють по трошку. На заводі знаходились жидкі відходи, то есть уже переработані, то есть за ними контролювати НАТО. Поэтому, то есть, ну, отдыхали понемногу, то есть у нас було несколько человек на заводі, то есть периодически так вот по несколько часов спали, сколько могли, что творилось у них там, я даже не сказать не могу. Знаю, то, що дуже багато станції техніки переміщалося, вони там блокпосты свої організовували, то есть там внешнім самопропускники там 14-30, так называется, там, там вони були. То есть потом впоследствии узнали, що в Рыжем-Лесу окапывались, ну, то есть хаотично, вони як таракані там бегали, поэтому... А по поводу того, що внутренніх об'єктів, да, там було договорювання, що вони не лезли, щоб избежати конфліктні ситуації там і все таке, то есть ми їх не допускали. Ми там по можливості баррикадували, крокодували, двери блокували, щоб вони туди не попали. Там був один момент, ми з начальником сміни моїм, коли шли со столовой вроде, чи не з обходу, не помню вже точно, возле наших об'єктов видели шість чоловік. Як вони потом представились? Це сотрудники научних, там, от Росатома, ну, по виду там один, може, от Росатома, остальные ФСБшники, потому що по два метра ростом там шайбы, як говориться, дуже больші. А во время захвата спецподразделения були, потому що ребята були дуже добре екіпировани, то есть там в балаклавах, там, в верівці карабини, там, автомат, оружію, то есть там много чого на них було навешано. Потім то, що Брянський ОМОН, потім Росгвардія там, там що-то под конец уже перед тим, як вони уходили, так там, як ви знаєте, п'яної, куриної, розрываюча на себе тельняшку з криками «За ВДВ!» То есть вот за таких людей ми вечером старались і не ходити в столову, потому що п'яної ВДВшник з оружіем, неизвісно, що не в голові. Ми поначалу зрозуміли, що їм без толку, вони у них своє. Тут нацисты, тут лабораторії американські. Ну, а потім решили, просто ходили над ними, как бы подшучивали. Йдемі молоді там парні, а ми йдемо між собою, говоримо, розмовляемо. А ти таблетку сьогодні принял от радиації, а то, наприклад, стояти не буде, дітей не буде, там, це все. Ну, так, щоб вони це слухали. Кому-то доходило, кому-то не доходило. Тот-то там в панике смотрел на це все дело, як ми розмовляємо. Действуючий президент США Джо Байден официально объявив об участиї в выборах президента 2024 года. Сообщение об этом Байден опубліковав в своєм твиттере выложил ролик, который начинается с кадров штурма Капитолия в 2021 году. Байден заявляет, что представители движения МАГА Make America Great Again, вы наверняка помните этот знаменитий лозунг Трампа, угрожают свободе, за которую боролся он, Байден, на посту президента. Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы, больше прав или меньше. Я знаю, каким должен быть ответ. И я думаю, ты тоже. Это не время, чтобы быть самодовольным. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание. Потому что я знаю Америку. Я знаю, что мы хорошие и порядочные люди. Я знаю, что мы по-прежнему остаёмся страной, которая верит в честность, уважение и достойное отношение друг к другу. После публикации ролика Байден выступил перед членами Строительного профсоюза в Вашингтоне. Действующий президент заявил, что его экономический план работает. Темпы инфляции в США падают уже 9 месяцев подряд, утверждает Джо Байден. И только в строительной отрасли созданы десятки тысяч рабочих мест. В свою очередь, вице-президент Камал Харрис вчера официально объявила, что снова будет претендовать на свой пост. И в своей речи перед сторонниками в Вашингтоне она говорила о праве на аборт. Я доверяю женщинам Америки. Я доверяю народу Америки принимать решения о себе. Я доверяю им. Так что не мешайте нам, потому что если вы это сделаете, мы встанем, мы организуемся и будем говорить открыто. На воздвижение Байдена отреагировал возможный кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп, который сейчас является фигурантом сразу нескольких уголовных процессов. И Трамп записал видео, где говорил о провалах, которые видит во внутренней и внешней политике Байдена. «Байден полностью унизил нашу нацию на мировой арене, начиная с катастрофы в Афганистане, пожалуй, самого постыдного события в истории нашей страны. Это так много значило для наших врагов, когда они наблюдали за этим ужасным отступлением. Россия объединяется с Китаем. Иран находится в нескольких шагах от ядерной бомбы. Даже немыслимо. Украина была опустошена вторжением, которого никогда бы не произошло, будь я президентом. А Джо Байден привел нас на грань Третьей мировой войны». Об американской политике поговорим с политологом-американистом Александром Филипенко в нашем эфире. Александра, здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Насколько ожидаемо решение Байдена переизбраться? Вот с тех пор, как еще мы обсуждали выдвижение Дональда Трампа, становилось все более и более ясно, что, скорее всего, это будет матч-реванш, скажем так, это будет выдвижение Трампа и Байдена. В ноябре Дональд Трамп, еще когда активнейшим образом обсуждались промежуточные выборы в Конгресс, когда еще результаты выборов в Конгресс не были окончательно ясны, тогда же Трамп заявил о том, что он будет снова баллотироваться на пост президента. И вот в тот момент как раз стало понятно, что, скорее всего, это будет Байден от демократической партии. Потому что, собственно, из-за Дональда Трампа Байден тоже решил попытаться остаться в Белом доме. Ну, то есть получается, что нас, вероятно, ждет второй раунд того же боя. Да, второй раунд боя тяжеловесов, скажем так. Именно бой тяжеловесов, потому что это такое очень понятное для американской публики, для американских избирателей очень понятное противостояние. И, наверное, если бы не было такого большого шанса, что Дональд Трамп будет выдвигаться от республиканской партии, пока это неизвестно. Потому что, согласно американской традиции, действующий президент, точнее действующего президента, автоматически, ну, почти автоматически поддерживает его партия для выдвижения на следующий срок. А вот Дональду Трампу, который решил вернуться в Белый дом, ему нужно, как и любому другому кандидату от республиканской партии, пройти весь этап праймарис и кокусов, пройти все дебаты внутри республиканской партии. То есть пока это, конечно, не стопроцентная вероятность, что именно Дональд Трамп будет выдвигаться от республиканской партии, потому что у него есть некоторое количество соперников. Там и Рон де Сантис из Флориды, и другие некоторые люди. Но в любом случае, скорее всего, это будет Дональд Трамп. И поэтому, я предполагаю, что именно поэтому, потому что это такое очень понятное противостояние, понятное для американцев, и даже задумываться почти не нужно. Те, кто голосовали за Байдена, так и будут голосовать за Байдена. Вот я думаю, что поэтому демократическая партия решила, что Байден должен попробовать остаться в Белом доме, а не стать тем самым мостом к новому поколению демократической партии, как он заявлял в период своей предыдущей президентской кампании. Александра, объясните, Байдену нужно праймерис проходить сейчас? Нет, это будет чисто формальный сбор партии. Если только не будет какого-то невероятного скандала, который сейчас произойдет, и если не наберется действительно большое количество демократов, представителей демократической партии, именно внутри партии, которые захотят каким-то образом составить конкуренцию Байдену, то это исключительно формальный сбор. Должен быть, как всегда, национальная конвенция партии. Но на этой национальной конвенции просто автоматически, скорее всего, все проголосуют за Байдена. А вот для того, чтобы Дональду Трампу дойти до этой конвенции, там нужно в каждом штате еще пройти вот эти праймерис и кокусы. Но вот то, что действующему президенту не нужно это все проходить, это, скажем, такая традиция, неписанная традиция американской политики. Конечно, она может быть, теоретически может быть нарушена, но в данный момент, учитывая, что все-таки большинство демократов положительно относятся к Байдену, хотя большинство не поддерживает его второе выдвижение, но положительно к нему относятся. Я не думаю, что кто-то решит, что нужно составить ему конкуренцию, кроме, ну, несколько таких, так назовем их, маргинальных представителей либо третьих партий, либо демократической партии, вот как один из семей Кеннеди. Но в любом случае, серьезной конкуренцией президенту Байдену сейчас никто из истеблишмента демократической партии, конечно, традиционно составлять просто не будет. Александр, знаете, я, конечно, совсем не хочу показаться, что называется, эйджистом, но я вот посчитал, выходит, если Байден выиграет выборы, ему в момент начала второго срока будет 82, а в момент его окончания 86. Вообще, возраст в американской политике является препятствием для, не знаю, выдвижения? И влияет ли он на популярность? И влияет ли он на поддержку, собственно, демократами и избирателями? Вот сейчас как раз, согласно опросам, которые были опубликованы в понедельник, буквально за сутки до того момента, как Джо Байден официально объявил о выдвижении на второй срок, были опубликованы опросы, согласно которым 70% американцев, из них 51% демократов считают, что ему не нужно идти на второй срок. В целом его рейтинг сейчас чуть более 42%, это ниже, чем у последних 10 президентов, если не брать Дональда Трампа. У Дональда Трампа ниже был рейтинг. Поэтому действительно не такая у него большая сейчас поддержка, и все ссылаются именно на возраст. Все ссылаются на вопрос возраста. В тот момент, когда выдвигался Рональд Рейган, при этом, стоит вспомнить, это актер очень известный, и вот так все любили американцы, он на 9 лет младше был Джо Байдена. И тогда его очень и очень критиковали за то, что он слишком взрослый политик для того, чтобы выдерживать такие серьезные нагрузки, которые должен выдерживать президент США. Но на данный момент несколько было серьезных чекапов медицинских у Байдена, и Демократическая партия, видимо, решила, что он вполне может выдерживать вот эти нагрузки, вполне может оставаться таким же активным участником американской политики, поскольку он, наверное, самое узнаваемое лицо в американской политике и человек, для которого политика является второй кожей, потому что первое его избрание произошло в 1970 году. Он 36 лет проработал в Сенате, 8 лет на посту вице-президента и 4 раза выдвигался на пост президента. Поэтому это, наверное, один из самых таких известных и самых естественных, скажем так, американских политиков, тот, для кого американская политика является собственной натурой. И единственное, насчет возраста, еще мне вот пришло в голову такое сравнение. Я подумала о том, что было бы здорово попасть, недавно думала о том, что было бы здорово попасть на концерт Rolling Stones. Как хочется попасть на концерт Rolling Stones. Я поняла, что у Мика Джаггера всего полгода разницы с Джо Байденом. Поэтому, в общем, возраст тут, наверное, не всегда играет роль. Нужно в каждой в отдельности рассматривать, конечно. Александр, у меня последний вопрос. У нас 30 секунд буквально остается. Но получается, что в Америке за 4 года ничего не изменилось, раз политтехнологи делают точно такую же ставку, как 4 года назад? Я думаю, что ставку делали на Пита Буддеджеджа, министра транспорта. И не даром первый закон, первый законопроект, который так активно продвигал Белый дом. Это инфраструктурный план. Это план восстановления дорог, аэропортов, вокзалов и прочее-прочее. Огромный план на сумму 1,9 триллионов долларов. Мне кажется, что поэтому делали ставку на Пита Буддеджеджа. Но если бы Дональд Трамп, как всегда, трикстер американской политики, если бы не он, я думаю, что это было бы уже новое поколение демократов. Но просто из-за того, что это противостояние так понятно и естественно, решили, что это будет оставаться Джо Байден. Ясно. Александр, спасибо вам огромное. Любопытно, что рейтинги Трампа при этом растут на фоне его уголовных дел. Александр Филипенко, политолог-американец, была гостем утреннего эфира настоящего времени. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Мы открываем информационное вещание нашего канала по будням в 9 часов утра по Киеву, Риге, Минску и Москве. Спасибо, что вы провели с нами последний час. Не забывайте поставить лайк под нашими трансляциями в YouTube и Facebook и обязательно включайте нас завтра. Эфир «Настоящее время» продолжит новости Азии. Меня зовут Алексей Александров. Хорошего вам дня. Азии.